Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня я расскажу вам о томате, сорт Снежная сказка. Эта Снежная сказка как раз входит в серию Северные овощи. До этого я вам рассказывала, вот стоит у нас Метелица, Таймер, Полус. Сюда же и входит Снежная сказка. Это детерминатный сорт, куст штамбовый. А что это значит? Это значит он очень быстро формируется и сразу начинает свисти и плодоносить. Укороченный срок вегетации. Вот эта Снежная сказка такая же, как Демидов, как Метелица, толстоствольная рассада. Видите, как у меня загущенный посев, сажу густо, еще не распекированная. Но все они толстые и они прекрасно это переносят. Они очень неприхотливые. Это очень новый современный сорт. Ему всего около 10 лет. В 2006 году только внесен в госреестр, официально стал сортом. Выведен сибирскими селекционерами специально для зон рискованного земледелия. Очень нравится он всем садоводам, потому что неприхотлив. Цветов может быть на кусту очень много. Некоторые удаляют для укропнения плодов, потому что плоды не крупные. Примерно 100-150 грамм, не больше. Но их очень много. Если вы хотите укропнить, можно цветки удалять какую-то часть. Будет меньшее количество, но крупнее. Как в описаниях написано, что 7-8 килограммов с квадратного метра, 3 килограмма с одного куста. Но это заявлено производителем. Я считаю, что эти цифры всегда условные, потому что у каждого хозяина получается по-разному. У кого-то получится 3 килограмма, у кого-то 5. И это не всегда зависит от нас. Иногда это очень зависит от погоды, от региона, от климатических условий. Но вот этот сорт, снежная сказка, когда выводился главным условием, ставилось стабильный урожай при любой погоде. Может хорошо отплодоносить и в холодное лето, и в жаркое. Это не южный сорт, именно для Сибири, для Урала. Но ясно, что если он в таких регионах хорошо плодоносит, значит в других регионах он тоже может прижиться. Вот у нас Сибирь, Урал, уже многие полсадоводы, огородники используют этот сорт. И отзывы очень хорошие. Прекрасный сорт для консервирования. Прекрасный сорт для получения соков, кетчупов, томатных паст. Очень массовое, дружное созревание. И он берет именно вот количеством плодов. Будет весь увешан плодами. Плоды немного с кислинкой. Конечно, это не бычье сердце. Столько сахара в них нет. Но они тем и ценны, что они берут своей массой, количеством. Можно не подвязывать, не посынковать. Очень упрощает уход. Для начинающих садоводов, для занятых огородников, которые на работе находятся, идеальный вариант. Вот что метелица, что снежная сказка. Но если метелица долго хранится, ее удобно транспортировать. За счет этого она полюбилась крупным фермерам. То снежная сказка хранится немного меньше. И транспортировке она не подлежит. Вот для выращивания в больших объемах, для торговли, она не очень подходит. Туда лучше метелица подходит для этих целей. А это именно для частных, приусадебных участков, на салаты, для консервирования, для получения томатопродукции. О всех сортах можете прочитать статьи у меня на странице в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Заходите, смотрите, там описание очень многих сортов сибирской серии. Просто обыкновенные черри, экзотические. И все видео. До свидания. Изучайте характеристики томатов. Расширяйте свой ассортимент. На участке должно быть и бычье сердце, и снежная сказка. И маленькие карлики пиноккио, и черри. Все и для консервирования пальчики, и огромные томатовеликаны. Знакомьтесь с огромным ассортиментом томатов. И садите все, все, все. Все они очень вкусные, очень интересные сорта и красивые.